доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые видео слушатели моего канала сегодня можно сказать продолжение моего предыдущего видео буквально недавно два или три видео назад может быть неделька прошла я не помню уже точно меньше наверное недели прошло я записал видео здесь вот она в правой части моего экрана mmpi агрессия негативизм то есть я говорил о том что в обществе на основе наших объективных данных получаемых на результатах методики mmpi мы посчитали применили некоторые коэффициенты получили большое количество данных сырых экселевские таблицы развертки и соответственно выявили что вот растет это в общество возрастает безудержными темпами и соответственно были вопросы не такие были плохо конструированные плохо сформулированы но тем не менее коллеги два человека мне отписались задали задали какие-то вопросы разные по этому поводу по поводу содержание моих слов в этом видео ну и я собственно чтобы и им ответить и вам может быть кому-то будет это интересно пояснить хочу уточнить такое понятие такой термин в продолжении предыдущего видео как негативизм здесь вот он у меня расписан и соответственно я сел почитал какую-то литературу понятно что я не держу целыми днями это слово у себя в голове которую впервые наверно услышал в институте на лекции психиатрической по психиатрии и соответственно сформулировал для себя уже с учетом собственного опыта полученных данных сурами сформулировал собственное определение негативизма вот даже здесь подписал лпфо не стал как бы персональю писать свою но лпфо поскольку все таки все таки основной упор точка отсчета это наши данные лпфо шная то есть которые мы получаем на основе методики монпей что в обществе этот момент он растет и сформулировал определение для свое собственное лпфо форм формулировку дал собственно негативизм понятно что негативизм от латинского отрицательный это ситуативные личностные реакции или особенности личности или социум вы сейчас поймете о чем я говорю в дальнейшем общество в целом подразумевается социум характеризующиеся действиями и поступками мотивационный компонент чувствуете прослеживается до характеризующиеся действиями и поступками намеренно противоположными ожиданиям и требованиям нормы понятно норма подразумеваем говорим норма подразумеваем определенную условность формируемую тем не менее формируемую норму окружающими лицами социальной ли группой государством в целом речь идет об обществе в первом видео и здесь я вынужден был в этом случае продолжить и привлечь тут коллективное бессознательно по карлу юнгу собственно что и продолжаю формулировать в этом определении негативизм обусловлен мотивационном смысле понятно потребностью отдельного субъекта или же отдельной группы или общество в целом в защите своего персонального коллективного я так называемая уже упомянутая мною коллективное бессознательное по карлу юнгу никто это не отменял это великое изобретение психологической науки в самоутверждение своей идентичности общество личность склонна всегда к распаду на то есть любая психотерапия медицинский психолог консультант просто консультант всегда скажет что такое консультация это сбор по кирпичикам то есть человека ли группы ли лиц если речь идет о групповой какой-то психотерапии психокоррекции это всегда некий такой момент сбора строительство складывания из отдельных рассыпавшихся кирпичиков или же каких-то формулировок представлений целей задач это всегда попытка собрать что-то распадающиеся то есть метафорически мой коллега я как-то тоже упоминал давным-давно в одном из своих видео что один коллега мне привел такую метафору что любая психокоррекция в том числе и психотерапия с точки зрения медицинской психологии или же все-таки надо признать это просто медицины на это всегда как он сказал человек вот консультант психотерапевт сидит на берегу моря то есть он видит этот песок он видит этот пляж песочек рассыпается и соответственно специалист пытается собрать какую-то горку из этого рассыпающего сухого песочка он пытается что-то как-то сделать для того чтобы получилось некое единство формы вот этот очень важный момент с точки зрения моего реального коллеги с кем мы проработали многие годы единство формы некий сбор человека воедино то есть придание ему какой-то целостности в плане опять же целеполагания постановки задач форму формулировки целей постановки задач для каждого конкретного человека или для группы является определяющим в любой психокоррекции психотерапии как в отдельно взятом сеансе так и в целом в понимании психотерапии как направление медицинской деятельности или психокоррекции как деятельности медицинских клинических психологов таким образом подводя итог надо сказать что негативизм нашем обществе распад общества как вывод 1 распад общества нарастает мы не чувствуем себя единой нации русской нации соответственно общество распадается личности распадаются не осознанно не употребляю слова деградируют но распадаются один из вариантов выводов как по этому собственно выводу подразумеваемый да по негативизму и агрессии так и по вот второму по текущему видео то есть распад общества в целом распад отдельных личностей связанных со всем совсем совсем и с медициной и с образованием и с экономикой и с политикой из из коронавирусами и так далее и так далее и так далее подобными вещами вот собственно можно сказать что даже вплоть до того что спонтанное видео но тем не менее мне кажется удалось мне пояснить и как-то те вопросы ответить на те вопросы которые мне задавали по первому видео посвященному агрессии результатам ммби ай агрессии и негативизму в нашем современном обществе на этом все благодарю за внимание и удачи вам